Сотрудники 25-го отдела Госадомтехнадзора выехали в совместный рейд с руководством районного ЖКХ и убедились, соблюдать чистоту и порядок в детстве научили не всех. В районе, конкретно в городе Видное, еще столько мест, которые в первую очередь обязаны привести в порядок в период месячника благоустройства, рассказывает Елена Бабина. Рейд проходил по инициативе администрации Ленинского района и 25-го отдела Государственного административного надзора Московской области специально до начала массовых субботников. Если в центральной части города управляющая компания справляется с уборкой придумовых территорий, то есть места, которые находятся в удручающем состоянии. Именно на них было рекомендовано сделать акцент, и туда необходимо было отправить основные силы для уборки. Места были выбраны не спонтанно. У нас есть достаточно большое количество обращений жителей. Мы сами следим за ситуацией в городе, понимаем, на каких местах надо делать акцент в проведении этих субботников. Долго искать нарушения не пришлось. Сразу же за забором здания ЖКХ по подъездной дороге к пятому микрорайону в глаза бросились заваленные мусором обочины, а также огромное количество надписей, так называемого граффити, не имеющего ничего общего с направлением уличного стрит-арта. Претензии на состояние фасадов домов, потому что у нас есть любители оставить свои автографы, мы все прекрасно знаем, и не только. Также трансформаторные подстанции, центральные тепловые узлы, которые мы тоже сейчас будем приводить в порядок. Далее административная проверка продолжилась в лесополосе за шестым микрорайоном и во врагах на Нижнем Пылка и на улице Лемешка. Горы Мусорова завышались как раз рядом с предупреждающей табличкой о том, что штраф за свалку составляет ни много ни мало, а 150 тысяч рублей. Но если поймать за руки нарушителя достаточно проблематично, то наказать муниципальной власти за свалку на их территории вполне возможно. Я думаю, что в этом году мы примем все меры совместно, наверное, с администрацией городского поселения, которые меня должны слышать и видеть это все. Я показываю, если они сами это не видят, то я им покажу это и напишу, чтобы это было убрано. Однако сбросить всю уборку на городские власти не получится. К примеру, на участках до пяти метров от своего забора обязаны убираться владельцы частных домов. Причем должны они это делать круглогодично. За несоблюдение опять же предусмотрен штраф в размере пяти тысяч. Лучше всего с этим не затягивать, потому как следующий рейд состоится сразу же после окончания месячника благоустройства. Елена Бабина, Алексей Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.